АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Привет работникам! Здравствуйте! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Друзья дорогие, мы рады приветствовать вас вновь на нашем канале. С вами Алексей и Лидочка Савченко. Здравствуйте! Здравствуйте! Сегодня у нас видео будет немного необычным. На эту тему мы на наших семейных каналах почти никогда не говорим. Но сегодня решили немножечко сказать, потому что наши подписчики спрашивают нас. Где вы? Что вы? Как вы? Ну и так далее. О чем речь сегодня пойдет? Наверное, многие из вас знают, что я или моя основная работа, я провел на траке долгое-долгое время. Как все и говорили, дядя Леша на большом красном траке. Друзья, всем приветствую! Такая ночная работа у меня. Вот за моей спиной трак стоит. Вот, весь в снегу, видите, какой снег. Мне сегодня такая работа удалась хорошая на траке. Вот, белый весь, весь снегу. На большом красном траке. У меня был старенький трачок, я на нем много-много работал. Вообще в Америке моя основная работа была, это тракист-дальнобойщик, 27 лет, за рулем. И, конечно же, детки росли без меня, потому что я в основном постоянно был в рейсах. И все это время мы молились о том, чтобы Господь подарил нам что-то такое, какую-то, как мы называли, альтернативку, да, дополнительный доход где-то как-то. Что мы только не пробовали, мы много чего пробовали, что мы пробовали, вспомни. Лидочка какие-то доски резала, какие-то надписи там писала, что еще? Мыло варила всякие. Ты мыло варила? Вот это я, вот это удивление. А, я помню, какие-то тюбики мыло варила. На исти, да, хотели продавать или где-то? Продавали мыло, и свечи, и губнушки всякие, и доски с разными выражениями, стихами, и на базаре торговали тут, и кофе продавали, и много всего. А еще мы книжки печатали, аж в Китае напечатали немножко книжки, тоже пробовали. А еще чуть-чуть раньше мы пробовали что? Это шапочки вязать. Ну, Лидочка, я этим не занимался, это Лидочка, тоже пробовали, тестировали. Почему это я все рассказываю? Потому что, быть может, у многих из вас, в больших семьях особенно, ну, не обязательно больших, просто, особенно кто-то мигрант в Америке сейчас, да, приехали, и хочется как-то вот, чтобы рядом потихонечку что-то рос, да, дополнительный доход какой-то немножко. Ну, и как я уже сказал, что мы все это время просили у Бога мудрости, молились, сматывались, и мне звонит друг и предложил мне работу. Работа на дому, 99% работы через интернет, это было 3,5 года назад. Принял эту информацию, стал ее изучать и понял, что это для меня ответ от Бога. И о Лидочке об этом сказал, и она тоже это почувствовала сердцем. Может быть, не сразу, но через пару минут уже почувствовала. Итак, я продолжал работать на траке, но параллельно, рядышком мы развивали вместе с Лидочкой бизнес. Я в дорогах мыслил, серьезные мысли, а она дома трудилась серьезными трудами. И получилось так, что еще 3,5 года я продолжал работать на траке, и параллельно вырос этот бизнес, который освободил меня полностью от трака. На протяжении всех этих лет нашей совместной жизни, у нас в этом году будет 24 года, как-то уже было, наверное, привычно, грустно провожать Лешу в рейс. То есть мы не знали никогда, насколько он уезжает, когда он приедет. Очень было трудно планировать что-то вместе с семьей. Детки и я очень скучали по нему. И как-то вот этого не хватало очень постоянства, или, как сказать, семейного времени вместе, которое можно было проводить. Конечно, это очень сильно изменилось, когда Леша уже стал дома. Это очень сближает, потому что вот эти дальние поездки, дальнобойщика, многие, может быть, иммигранты, которые сюда приезжают, они видят это как возможность заработка, но в то же время семья остается и... И скучает по папе. Скучает, да. Скучает по папе. Дети, кто там? Привет! Привет! Ааа, спасибо! Ну, то, что детки, да, вырастали, росли, это было действительно... Лидочка про свою ситуацию рассказывает, а я про свою, когда бывает садишься в рейс, думаешь, на полтора месяца опять поехал. Вот, и так бывает от дома отъедешь, детки там помашут, и думаешь, опять вперед, вперед, вот так вот. Ну, что мы хотим сказать, друзья? То, возможно, многие из вас находятся в подобной ситуации. То есть, не обязательно тракисты-дальнобойщики, хотя для вас это конкретно вообще, это очень ценная мысль, да. Бывают мамочки с детишками, да, просто хотят помочь своим мужьям. Пенсионеры или студенты. Вот у нас дочь студентка, да, сейчас поехала учиться. Там долги эти, потому что за учебу надо платить и так далее. То есть, по сути, вот эта подработка, о которой мы говорим, или работа на дому, она для всех. Здесь не нужны инвестиции, здесь не нужен никакой опыт, здесь нет никакого обмана, здесь все прозрачно, все честно и правильно. Ну, и плюс ко всему мы еще помогаем, учим, поддерживаем, плечо подставляем, рассказываем и так далее. Поэтому, если вот вы находитесь в таких же ситуациях и у вас вопросы такие же существуют, что вы хотели бы иметь дополнительный доход, то мы приглашаем, вот здесь под видео будет стоять несколько ссылочек, вы можете зайти туда. Итак, дядя Леша больше на траке не ездит. Все, трак мы продали. Итак, друзья, сегодня 14 октября 2023 год. Если у меня еще на Бакьярде стоял трак, как бы искорка идеи иногда. Воспоминания прошлых. Воспоминания, да. То сегодня продался он уже, все. Ура! Слава Богу, аминь! Жена очень нравится, очень. Лидочка просто торжествует. Атоми вперед. Ну, теперь уже не еваться некуда. Теперь глядя со мне это. А-а-а. Вот эта подработка, о которой мы говорим, она для всех. Здесь не нужны инвестиции, здесь не нужен никакой опыт, здесь нет никакого обмана, здесь все прозрачно, все честно и правильно. То мы приглашаем, вот здесь под видео будет стоять несколько ссылочек, вы можете зайти туда, познакомиться поближе с нашей работой. Спасибо вам за то, что вы посмотрели это видео до конца. Если у вас есть какие-то вопросы, обращайтесь, мы будем всегда рады помочь вам. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!